Уже на этой неделе президент может подписать указ, который значительно расширит и продлит срок действия уже подписанного главы государства указа о запрете выдачи иммиграционных виз и видов на жительство иностранцам, которые хотели бы переехать в США. Скорее всего, они через месяц внесут волнение. Но я однозначно могу сказать, кого это не коснется. Это не коснется туристов вообще никак. К статусу, например, беженца оно и сейчас никакого отношения не будет иметь и на будущее. По лотерейщикам они постараются тоже какие-то протяжки, если это будет возможность сделать, потому что вот сейчас они перенесли уже на месяц. 6 июня можно будет проверять заявки, что им будет мешать, что мы в опиротах еще продлеваем на 60 хотя бы. И плюс еще мы вот добавляем, что по рабочим визам приезжать могут только медсестры, например, там, ну, сельхозрабочие, work and travel, они могут запросто в этот список добавить. То есть все программы, которые на J1, то есть там программы обменов, только медиков оставь, потому что есть там специальная программа для медиков, она спонсируется. Там правительством даже США. Вот это оставили, допустим. А все остальные, J1, здесь шли стажировки, люди приезжали под стажировку, она, по сути, платная. По F1 студенческим визам могут тоже запросто внести. Почему? Потому что он же может 20 часов в неделю работать, а значит тоже типа места забирать. Могут оставить исключение для тех, кто учится на медика. По данным политика, под ограничения попадут в том числе участники программ типа work and travel, которых обычно на лето нанимают работать в американских парках развлечений, на курортах и в летних лагерях. Препятствия для трудоустройства могут возникнуть и у иностранных студентов США, которые рассчитывали на временную подработку. И, конечно, указы Трампа вызывают тревогу у десятков тысяч иностранцев, которые в прошлом году выиграли в лотерею Гринкарта, не успели оформить все документы, а также у более чем 20 миллионов участников лотереи этого года. Розыгрыш самих Гринкарта, говоримся, состоится. Результаты объявят на следующей неделе, если ничего не случится. Но вопрос в том, смогут ли люди получить выигранные виды на жительство. Прямого запрета на туристов вообще никак не будет. Единственное, что ужесточится скорее, сама работа в посольстве будет более, так скажем, избирательно подходить. И то первое время им нужно будет поток обеспечить, поэтому первые месяцы в любом случае будет лучше выдача. Надо будет границей еще более тщательно готовиться, чем раньше. Ну и в маске лететь в самолете. И справку, возможно, затребуют еще о том, что не болел, не болеешь. И в самом посольстве будет тестирование, сканирование тепловое, дезинфекция. И в масках, наверное, надо будет все ходить, бахилки какие-нибудь там одноразовые. То есть, в общем, вот такие вещи, скорее всего, будут внедрены. Редактор субтитров А.Семкин